Несмотря на снижение количества пожаров, участники рейда проинформировали о мерах безопасности, осторожном обращении с огнем, в частности с электроприборами, из-за неисправности которых возгорания возникают чаще всего. А также напомнили номера телефонов экстренных служб, рассказали жильцам многоквартирных домов, что нельзя перегружать электросеть и необходимо убирать подальше легковоспламеняющиеся вещества от детей. Данное мероприятие показывает свою эффективность. За 2023 год у нас наблюдается снижение. 14 пожаров против 15 в 2022 году. В том числе снижение у нас идет в жилом секторе. Это 5 пожаров в 2023 году против 10 в 2022. Мы надеемся на то, что такие рейды способствуют, на то, что граждане адекватно воспринимают информацию, принимают ее, доводят до несовершеннолетних детей и стараются это применять в жизни. Специалистами нашего учреждения, Коголумского комплексного центра социального обслуживания населения, проводится профилактическая работа по пожарной безопасности путем проведения бесед и распространения информационного материала. Также в рамках экстренная детская помощь и совместно с рейдами с представителем Коголумского пожарно-спасательного гарнизона. Кроме того, специалисты отдела надзорной деятельности порекомендовали жителям города приобрести автономные пожарные извещатели. Полностью автономный прибор работает от батареек, крепится к потолку на саморезы либо скотч, то есть он не требует какого-то сетевого подключения, как у нас сейчас граждане думают. Это вещь, которая издает звуковой сигнал при обнаружении пожара. Также, если он с GSM-модулем, он может передавать сообщения на мобильное устройство и на пульт пожарной охраны.